Потому что ты конченый. Два хулигаса, нападение. Вот там вот кирпичи, вот эти все. Это вы выставили? Вот там вот, на препятствии на дороге. С какой целью интересуешься? Значит, ты... Во-первых, Алексей выяснился не чистоплотный вообще в мозгах, в мыслях, в умыслах и в движениях. Что они сделали? Алексей, обрати внимание, люди объезжают, обходят. Мы уже зафиксировали. Значит, эти препятствия, которые выставили, якобы во благо людям, то получается в ущерб пешеходам. Потому что здесь люди обходят, объезжают. Это неудобно и небезопасно. То есть, когда они этот рейд провели, они за собой не убрали. Все осталось на своих местах. Ну как их можно назвать? Напишите в комментариях, как их можно назвать. Разводи! Во-первых, аккуратно, потому что сейчас Алексей приедет и напишет на тебя заявление о том, что ты у него крадешь куски асфальта. Он же написал за те дорожные препятствия, которые я. Я как бы его украл. Отжал. Отжал. Такой наспособ. Отжал. Как и не грам, а? Терпила. Алексеюшка. В общем, мы сделали доброе дело. Учитесь, как это насотелось. Алексей, обрати внимание, в следующий раз сделай то же самое. Убери после себя, когда ты нагадил. Друзья, меня зовут Вадим Серов. Мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Распространите этот сюжет во всех своих социальных сетях. И не забывайте писать комментарии под видео. И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. Алексей, можно вам вопрос задать? А вот если вы честно, вот если вы журналист, почему вы корочку не покажете журналистам? Здрасте, мужчина. А вы на тракторе припортовались, не могли бы съехать? Алексей, вы можете мне ответить на вопрос? Что, там тоже прогрузитель, да? Да, представляешь. Обалдеть. Ну, сказали, до свидания, он ушел. Что это, не бросать-то на коходы? Вот машина, человек сидит за рулем. Сейчас поедет, да. Да, он за рулем. Алексей, а вы точно журналист или нет? Вы можете корочку показать? А то вы всем говорите, что вы журналист, все это дело, там, человека хотите привлечь. Ну, покажите. Это самозванец. Алексей, я вижу, вы с неохотой хотите общаться, да? Да, вы не хотите общаться, да? Вы совсем не хотите общаться, да? Вы на меня обиделись? Да, вы вон там уехали. Уехали? По скорой помощи. А что это он сам? На скорой помощи сам ездишь, да? Пахнет неприятно. А кому-то ударили. Мы еще и хулиганье. Нет, я защищался. Защищался, так что побили человека. Смотри, короче. Нам сейчас неравнодушные граждане дали ответ. Ты читай, там пишем, да? Да, да, пишем. Неравнодушные граждане дали ответ, который был адресован Шамардину АА, в котором в 12-м месяце в декабре 17-го года, значит, указано, что вот эта территория, Ленинский проспект в районе зданий 43А по 45-й, значит, схема организации дорожного в районе застройки таких-то домов по Ленинскому проспекту производителям работ с управлением транспортом не согласовалась. Не согласовывалось. Значит, в настоящее время территория с учетом обустройства прилегающей территории, прошу обратить внимание, к вышеуказанным домам является дворовой, в связи с чем установка дополнительных дорожных знаков не требуется. То есть здесь, говорится, прилегающая территория, это является дворовой. Соответственно, здесь движение пешеходов и всего остального. Ну, то есть, в принципе, то же самое, что у меня в ответе, только здесь еще ранее, причем ему давалось, где этот ответ, и непонятно, где он у него был опубликован. А кто был? А не в том, что гражданин местный житель только что поднес. Нет, подписал, кто это? Миронов, руководитель управления, это управление транспорта. А давай-ка у Алексея спросим. Пойдем у Алексея спросим. Почему он это умолчал? Алексей, вопрос, смотри, пишем, пишем, пишем. Все, начали писать, чтобы было все по чесноку. А вот с управления транспортом вам давали ответ, что мы ордену АА. В 2016 году, в 2012 месяце. Вы помните такой ответ, что здесь указывается по поводу 43А и 43-го дома? А это он здесь. Вот, смотрите, значит, что в настоящее время территории, с учетом обустройства прилегающей территории, то есть, говорится, что это прилегающая территория, к вышеуказанным домам является дворовой, в связи с чем установка дополнительных дорожных знаков не требуется. Поэтому их и сняли. И это дворовая территория, прилегающая территория. Теперь я отвечаю. Этот ответ был самым первым. Вашлю устроил, да? Когда еще никто не разбирался, я на жалобу написал, сделал дополнительное обращение. Указал, что она дворовой не может никак быть, потому что дворовая территория, это, ну, из определения следует, что такое дворовая территория, она, как правило, ограждена домами, имеет детскую площадку и другие, другую инфраструктуру. От этого она не отменяет, что она прилегающая? Нет, дворовая. Вот именно указ, что дворовая. Я не согласился с этим ответом. А как она может быть дворовой, если она не есть? Подожди, у меня же более свежий ответ есть. Я отвечаю. Да, 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 хорошо, продолжите, да. Я написал соответствующее обращение, жалобу в прокуратуру, в другие инстанции. Мне прислали ответ сначала, что она является прилегающей территорией, потом сначала в одном пишут, пишут прилегающей территории, потом пишут, что является тротуаром. Есть такой ответ у меня по себе. Я понял, ага. По информации поступившей из Дорожной инспекции. Не Дорожной инспекции, а... Так у меня самый свежий ответ. Управление дорожных хозяйств. Начало этого месяца? У меня вот 8 июня ответ. Ну, начало этого месяца? Начало этого месяца. У меня отвечает глава администрации или убережного района, что это прилегающая территория. Почему она не может быть прилегающей? Почему? Потому что вся прилегающая территория стоит на кадастровом учёте. А, то есть вы опять про кадастры говорите? Это не прилегающая территория. Скажите, как водителю знать о том, что она стоит на кадастровом учреждения? Водитель никак не знает. Соответственно, он ничего не нарушает. Мы делаем водителю всего лишь замечание. Просим, чтобы он с Ефом не заезжал на данный участок. Вы можете сказать информацию. Я тебе все рассказал. Вы можете, как граждане, просто говорить о том, чтобы упреждать, что здесь является. Но гражданин, во-первых, не может препятствовать. Это первый момент. Второй гражданин не обязан вас слушать. Не обязан, согласен. И он ничего не нарушает. Это полиция пусть принимает решение. Следующее. В соответствии с правилами дорожного движения, здесь все признаки прилегающие. Сотрудники полиции данных постановлений в тех обстоятельствах, вне вас в тех граждане, которые были привлечены, которые к нам обратились, мы обжалуем их. И мы о результатах доложим. А до этого сколько было? Сотрудники полиции здесь часть определения возбуждала, а другая привлекала. Я вижу то, что сотрудник полиции делал. Если они привлекают, значит, это правомерно, я считаю. Абсолютно. Он же может ошибаться? Конечно, но в массовом порядке разные не могут. Разные не могут в массовом порядке. Как? Часть была возбуждена дел, и по-любому она будет прикончена. А часть была привлечена. А часть была возбуждена, человек 10-15 были привлечены. Ты признал, что это парковка. Он сказал, что да, она оформлена, как парковка. Она не оформлена, как парковка. Ты что? Ты сказал это своими словами. Посмотри на свои камеры, ты написал. У меня ответ есть, что эта территория без согласования сделана. Ты что, о чем ты говоришь? Но согласен? Какая разница? Согласован это или не согласован? Какая разница? Вот, все. Вот так. Подожди, я тебе все сказал. Я тебе все ответил. Я тебе на все ответил. Я же говорю, тебя никто не должен слушать. Что это официально? Никто не должен согласиться. Никто не должен. Препятствовать ты никому не имеешь права. Я не препятствую. Как это не препятствовать? У меня есть ответ официальный, что это тротуар. Да тут нет никакого тротуара. Где ты видишь? Вот тротуар. Из тротуара сделан незаконный карман. У меня больше тебе нечего сказать, потому что ты конченый. За счет того, что вырубили здесь часть газона, ее превратили в вот такую парковку импровизированную. Но это же все-таки является... Ее превратили незаконно. Да законно, незаконно. Водителю-то какая разница? Так мы и говорим. Водитель здесь при чем? Разбирайся, иди в администрацию, решайте вопросы. Я разбираюсь. Приходи на прием, пиши заявление. Я разбираюсь и так. Занимайся. Да ты зачем разбираешься? У тебя там ни разу не было. Да ты не знаешь, где я был, где не был. Поверь мне, я знаю, где ты был. Откуда ты знаешь, знаток? Я знаю, где ты был. И как ты вообще там бываешь? Что, где бываешь? Присаживайся на конусы. Ты как конусы сюда приволок? Какие конусы? Как ты его приволок сюда? Суфантазер. А? Как ты его приволок? Расскажи, как ты его приволок? У тебя на голове. Нет, нет, нет. Ты принес через свою пятую точку. Ну понятно. У тебя это болит синий. Гуляй, вот ты гуляй сам. Гуляй, Вадюша. Вадюша, гуляй. Гуляй, Вадюша. Хоть по имени. Ты Вася все-таки признал. Я не признал, просто не знаю, ты к кому обращаешься. Я к тебе, я этого не слышу. Вот смотри, ребенок на машине едет. Что ты его... Привлеки, привлеки ребенка. Ребенка привлеки к ответственности. Да, глянь. Напади на меня. Я на тебя не буду нападать. Убери руку. Руку убери. Руку убери. Лон, лон. Все мое интимное пространство нарушают. Понимаешь, ты пом 타 ooh go. Ты мне вопросы стал задавать. Знаешь, только педрилы так могут поступать. Ты мне вопросы стал задавать. Так что отойди, пожалуйста. Ты же мне вопросы сам начал задавать. Пришел, вопросы начал расспрашивать. Я тебе задал этот вопрос. Я получил ответы на них? Я получил ответы на них. Молодец. Молодец, ты. Нет, свободен ты. Так что развернись и шагом марш вот туда. Мне оно тебе не нужно разрешить, спрашивай. Я тебе его даю. Хоть тебе оно не нужно, я тебе даю. Потому что ты свободен. Вот, ты выполняешь команду. Смотри, он только-только оселкся. Командируйся, я его замню. Давай, давай, царь. Командируйся, я его замню. Ерничай, провоцируйся. Я? Провоцируйся. Я же провокатор, ты что? Ты забыл? Мне веселится ситуация. Мне веселится. Здесь даже два ответа, представляете? Зачем тогда реконструкция? А вы добивались того, чтобы здесь люди прекратили парковаться выходить? Нет. Чтобы была и парковка, и пешеходная зона. Здесь так оно и есть? Нет. Здесь не есть. Здесь будет так, когда вот этот тротуар, вот этот тротуар. Будет выходить в той, без движения автомобиля. Когда-нибудь обязательно все будет красиво. Когда-нибудь. Это будет. И я это добиваюсь. Что сейчас мешает водителя парковаться? Да от вас в телодвижении ничего не меняется. Да что ты говоришь? Вы пойдите на все эти участки, где вы были. Ничего не меняется. Абсолютно ничего. А как же бизнес-центр октябрьский не поменялось? А что там изменилось? А там все сделали по закону. Что? Там так же машины паркуются. Что там изменилось? Пешеходная зона появилась. Да слушай, там знак парковка. Пешеходная зона появилась. Пешеходная зона появилась. Пешеходная зона появилась. И дорожку отменили. Так она на одном уровне. Люди так же ходили как уходят. Еще не вечер, Серов. Да что изменилось? Еще не вечер. Да ты мне скажи, что изменилось? Раскачать администрацию сложно достаточно. Понимаешь? раскачать сложно что изменится . что конкретно там изменится что это изменилось что конкретно измениться мы о тебе говорим о моей деятельности ты когда на мой рейд забудь приехать когда пьяных было им пусть люди сами увидят что изменится время не переживай все будет со временем вот мы пока видим что это абсолютно все бесполезно и ты реально бы появился в тех местах где это действительно нужно сам появляйся тебе нужно ты появляйся мне нужно где Мне нужно, где я хочу появляться. Ты появляешься там, где по-любому будут ситуации провокационные. Да что ты. Вот такой провокатор приедет и начнет провоцировать. Это что и главный провокатор, что ты. А ты еще главнее, а ты еще главнее. Это спасибо. Спасибо, провокатор. Спасибо, спасибо. Буду хорошо, мне нравится позвонить. Кстати, до тебя здесь было нормально. Ты привез, когда бригады. Начались какие-то звонки. И столько незаконных есть и прородил. Представляешь, два хулиганса. Кирпичи, вот эти все. Это вы выставили? Вот там вот на препятствии на дороге. С какой целью интересуешься? Значит ты. Да что ж ты матом-то ругаешь, матершиним. Общественникам матом ругается. Я нагрета тебе говорю. Значит послушай. Посмотри, посмотри. Значит я рассказываю. Вот это общественник. Почему ты мат? Ты мат что ли? Я тебе до этого говорил. Ты что забыл что ли? Ты вот свои друзей. Это первый раз. Свои друзья. Ну давай тебе. Зачем ты, ты нарушитель. Понимаешь, ты поставил препятствия на дороге. На дороге? Это дорога. Ну на прилегающей территории. На прилегающей территории. На тротуаре. Вот там тротуар. Ты поставил препятствия. Да и какая ответственность предусматривает? Подожди. Но к тротуару вообще к дороге относится тротуар? Какая статья предусматривает? К понятию дороги. К понятию дороги относится? Какая статья? Подожди. Предусмотрим. Отвлекаемые. Алеша. Нет. Не относится к дороге, к понятию, не относится к обочине, тротуару, это все не относится, да? Там речь идет о проезжей части. То есть это не относится? В 12.33 речь идет о проезжей части. Подожди. Значит, смотри, ты мне скажи, ты выставлял эти вещи? Вам не скажут. Слушай, зачем тебе это нужно? У меня просто есть одно видео, Алексей сказал, снимал, значит конусы тоже ты выставлял. Соответственно, будет по этому поводу написано соответствующее заявление. Ты готов, я тебе напишу? Ты согласен? Вот проведем, проведем, слышим. Знаешь, такой социальный эксперимент. Слушай, до этого говорит, что мы не такие. Подожди, социальный эксперимент. Послушай, нет, социальный эксперимент. Ты уже проводил, знаешь, сколько социальных экспериментов. Ты согласен? Слушай, что ты согласен? Она в отделении, что же вы не пишете? Подожди, ты согласен. Да ты пишут, как тупоры, ты скажи, ты согласен? Да ты принимай решение, с ним я буду соглашаться. Если ты согласен, я оттуда напишу. Ну, я как бы принимаю за тебя решение. Ты же овощ, беспомощное едество. Раз ты не можешь определиться конкретно, да, нет. Значит, мы напишем заявление по соответствующим статьям. И посмотрим. Есть в твоих действиях состава ТВ-правонарушения? Если есть, то тебе приведут к ответственности. И что скажешь по поводу в отделе полиции данного района? 5-6 заявлений на тебя написаны по факту применения газобаллончика. Написаны, описаны, проводятся правила. Люди пострадали. 5-6, 7, 8, может 10. 5-6, в том числе женщины. В том числе женщины. Не надо утрировать. Я тебе конкретно говорю, что такие данные есть. Тебе ничего по этому поводу сказать? Не все равно. То есть ты правонарушитель? Полиция разбирается, пусть принимает решения. Ты хам. Как ты это любишь говорить? Ты хам. Правонарушитель? Хам. Красиво так гордо звучит. Алексей, мне кажется нам нужна организация, которая действительно будет заниматься. Конечно, конечно. Конечно, ты все пиши, все что нужно. Сейчас Андрей приедет и тебе напишет. Конечно, нам нужна организация, которая действительно будет выполнять функции по... Какая организация? Общественная организация, которая бы помогала людям. Вам или кому? Нет, я у тебя спрашиваю, твое мнение. В нашем городе? Которая могла бы действительно выполнять роль общественной организации. Я не знаю. Которая была бы не тонкой за пешеходов. Это люди решают. Кто мне тут мысли возник? Это люди решают. Хорошие. А кто против водителя? Я сам водитель. Я вижу в такую сторону, что вы действительно против. Как я могу быть против или за? Нет, вы не против. Я не против. Это кажется человек правит думать то, что хочет. Да, против или за. Да? Мне кажется, вы против или за. Кстати, там много писали за мной. Кто-то хотел ездить, искать, как я нарушаю. Что-то такое. Что-то ты носил. Что-то никто не ходил. Да я не знаю. Так это не, я прошу. Это мне говорили. Мы зато... Смотри, правонарушители, как вы говорите. Нужно отреагировать. Или у вас тут контент хороший, жгучий? Тут все-то интересное. Вы тебе даете. Надо же создать, хайпануть ему. На моей фамилии ты любишь похайпить. Ну ты же сам приезжаешь. Да. Я же не делаю дерьмовые сюжеты. А почему я не могу здесь оказаться, если меня попросили людей? Я же не делаю дерьмовые сюжеты, как ты специально. Дерьмовые сюжеты? Да, конечно. Блин, ты что-то перепутал. Почему перепутал? Ты перепутал явно. Ты просто перепутал. Это у меня такое мнение. Он зависть. Он зависть. Зависть в нем говорит сильно. Списывается. Это все твоя зависть. Нет, Алексей, мы действуем в защиту общественного интереса. Вот и все. А ведь морду желаем. Невозможно облить того мочевого, у кого воня изо рта. Если я могу, Алексей, я не могу их здесь до ночи ждать. Ну а что, мы же не будем ждать их вечно. А как мне сделать, чтобы потом не было. Потом заявление напишем. Сейчас я могу им отбой дать. А то они ночью приедут. Да, сейчас отбой по электронке потом напишем обращение. Я им тогда позвоню, что ты мне скажи, какой телефон там. А то я с твоего же звоню. Я им позвоню, скажи, что я не могу уже здесь столько. Ох, Серов, задолбаешь сюда ездить. Да? Да. Что, задолбаешь? Будешь ездить, время терять свое. А почему только сюда? А что, в другие места нет? А в другие что-то не ездят. Там, наверное, правильно все. Народ здесь просто жалуется. Может, беремся, как все хорошо, где хорошо. Может быть, ему скидывать, куда мы сейчас. Все время жалуются, но только в этом. Да мне раз за три уже позвонили, как ты здесь появился. Даже в группу предложили предложенную новость. Помогите, спасите от идиотов. Задолбаешься, ездите. Да? Конечно, пока реконструкцию не сделаешь. Да, ну, чтобы ты, как говорится, как это, передвигаться мог. Мы будем здесь появляться, пока реконструкция не будет здесь. До тех пор мы будем здесь появляться. Конечно. Ну, что тут? Про идиотов лучше промолчать. Да, конечно. Я про них всегда молчу. Вот, вот, ты молодец. Это правильно, блядь. Это ты молодец. Они на камеру постоянно попадают, но я про них ничего не говорю. А ты поверни, и все будет нормально. Да я поворачивал уже, но все попали в кадр. Все попали, все попали. И ты, я смотрю на тебя, у тебя такой невиненный взгляд. Знаешь, вот, я реально... Смотри, Вадим, вот ты какой-то звук. Я вот, в порядке, ты все скажешь. Ну, что же ты нормальный взгляд? У тебя нормальный взгляд? Ты привык, ты привык. Да я, ну, что я привык? Ему так хочется думать, ну, пусть думай, привык. Нет, ну, у тебя нормальный взгляд, ну, я не знаю, заслоил. Он может сказать, я могу сказать. Я свое мнение сказал. Нет, какой взгляд? Просто неадекватно, я же говорю. Конечно, конечно. Как ты говоришь, что это неконструктивный разговор. Конечно, на Серове. Вот, ты любишь на Серове показывать. Ты представляешь, сколько просмотров соберет. Ты же всегда мне помогаешь. Да, конечно. Вот, видишь. Да, даже это нам пишут. А ты говоришь, не приезжай. Не, приезжай, я наоборот все время за. Ты приглаш, ты хотя бы тогда заранее говоришь. Слушай, приезжай все время. Вот. Тогда я должен знать заранее. Он истину дал, как представление. Мы будем говорить ему заранее. Я все в комментариях писал, я даже тебе лайки ставлю на про видео. Заранее. Ты молодец. Ты приезжай все время. Так ты скажи заранее, можешь сказать? Только не толкайся. Подожди, ты заранее можешь сказать? Только не толкай. Людей, пусть твои граждане... Да ты не по силам выбрал себе, понимаешь? Пусть твои граждане цензурные... Если толкнут, то ты улетишь. Понимаешь? Ты что ж я не улетел? Так подожди, ты улетал сколько раз, тут на камере все видно. Ты что? Где я улетал? Ты что выдавишь на тазер? Ты что? Фантазия у тебя была. Подожди, я тебе предлагаю, если ты хочешь выяснить кто из нас сильнее, мы можем с тобой в спортдале встретиться. Я хочу. Но если бы просил что-то, говорил только вот. Если у тебя в жизни много... Нет, подожди. Я могу с тобой. Но ты очень рискуешь, пань. Послушай, я могу с тобой встретиться. Ты можешь, но ты рискуешь. Нет, я могу, я тебе предлагаю. Ты только силы привык решать, ты умом не можешь? Я тебе предлагаю, ты умом не можешь. Подожди, мне тебя жалко, не буду с тобой встречаться. Ты про силу мы заговорили, давай. Мне тебя очень жалко. Ему меня жалко. Ну ты смешной, слушай, а? Просто жалко тебя. Я тяжелеть не буду. Потом на рейды не будешь приходить. Ну зачем это можно? Вот от Сихуны. Как еще по-другому сказать? Я как по-другому сказать. Ты отказался по факту от моего предложения? Да отказался, да, конечно. Я от таких дерьмок... Теперь называть тебя можно будет Сихуном. Ты уже так меня называл. Я, кстати, упал резко в моих глазах. Я надеюсь, ты согласишься. На ЦП, ну дайди, пожалуйста. Леш, какой ты номер давал? Когда я звонил на счет ПТП? В этом. В воде. Ну, чтобы не отбой. Да, я потом... 62, 2, 500, 12, 500... 2, 51, 12, 50. Так это, 2, 51. Так, 12, 50. Это горячая линия МВД по производительству? Это было так. У нас и горячая линия по производительству. Это... Это... Провокатор не предупреждает. Провокатор не предупреждает. Ты только что сказал, я приглашаю. Ты сейчас опять... Тебе сообщат подписчики об этом. Опять. Ты опять. Тебе сообщат подписчики об этом. У тебя есть шестерки везде, которые сообщают. Ты можешь мне заранее говорить? Я не могу. Потому что ты мне мешаешь. Ты мне мешаешь. Понимаешь? Ты мне мешаешь. Зачем я буду? Конечно. Чему тебе мешаю? Ты мне мешаешь. Создаешь аварийные ситуации. Создаешь хулиганские поступки. Люди. Из-за тебя. Смотри сколько хулиганских поступков их совершили. Вы не понимаете? Я приехал обратно. А, да? Ну вот. Очень много. Поэтому... Видите? Здорово. 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 А он не знает. Сам... Сам... Который это... Постоянный комментарий с жестким укладом. Да, да, да. Читал? Да. Человеки мешает. Теперь в живую увидишь, а? В живую. Да, да. Теперь знаю, кто тебе в лицо приедет. Хоть буду знать, кто пишет в таких комментариях. Я не стесняю. Да ладно. Зачем их нужно? Зачем так пишите? Зачем? Человек не поддерживает... Это оценочное суждение. Можно же вежливо как-то общаться. Не умею вежливо. Грубо прям начинаете. Не умею вежливо. Не умею вежливо. У него ситуация в коридорах была большая. Как он вежливо общаться? Это вот Вадим высудит вежливо. Да ну, посмотрите. Хулиганский. Я его назвал уже. Ну, плохим человеком, редиским уже. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну что, ты как бы работаешь. Ты пришел что-то зачем сюда? Да, ну покажи. А, похайпись. Ты на моя фамилию пришел? Ну давай, ладно. Давай я анекдоты расскажу. Да, давайте. Расскажи мне анекдоты. Не, вы расскажи. Нет, ты расскажи. А, ты расскажи, правильно. Расскажи, ну просто так, чтобы мы стояли. Что-то как у действия должно происходить. Я не знаю, если хочешь, расскажи. Я не знаю анекдотов и не умею их рассказать. И я тоже не знаю. Ну что, мы просто поставим молча? А можем просто. Ладно, хорошо. Я не знаю, для чего-то присоединяется. Можем просто, можем. Я свободный гражданин. Можешь писать. Я свободный гражданин. Мелкие, мелкие будем в классике играть. Его тут, представляете, вам потенциальность реально. Они уйти хотят. Вот тут, вон, ищут этот сэр. Они уйти хотят. Кто? Они. Подождите, вас давайте здесь сотрудники сейчас приедут. Сейчас будут тебя привлекать к ответственности. Кого? Нас? Не, его. А мы не убежим. А кто выставлял? Видео у тебя? А кто выставлял? Там он выставлял эти камни. Камни что ли? Да, да, да. Камни выставлял. А что, они обязательно, он должен присутствовать? Ну, конечно. Ну, его будут оформлять, конечно. Да, куда он выставлял? Кунусы он выставлял. Как он выставлял? Как он про дорогу, когда на авиасе не хочется? А? Не, Алексей просто не хочет гадать, дождаться, потому что он, скорее всего, в курсе, что его привлекут. Мочается фигня, того гражданин найдут и привлекут к ответственности, да и все. За что? Да хулиганство. Какие хулиганские действия? А что вы сегодня пораньше-то уходите? Ну, видишь, сотрудников нет, что здесь делать. Так вы штата до 10 дней ждали. Там сотрудники были. Там много, они здесь полицейские были, помогали нам отчасти. В общем, уходят от ответственности, Алексей. Сейчас никто не помогает, к сожалению. Вводит от ответственности. Давай мы с тобой вместе, я готова тебе помочь. Давай вместе. Только на тех участках, которые действительно начинают сознательно нарушать. Нет, почему? Смотри, он здесь машина. Отсюда едут, они туда едут спокойно. Если мы здесь ничего не сделаем. Смотри, он нарушает, не с этого на тротуаре. Спустите, они нарушают. Ну что, туда они идут? А почему? Там машины нет. Там единичный случай нарушать. Да какой единичный случай? Покажи, сколько машин. Покажи, сколько там машин. Ты посмотри, там одни машины, когда на тротуаре. Вот и здесь. Алексей. Алексей. Так почему вы не отреагируете? Там, смотрите, сколько нарушений. Почему здесь? Вот там реально на тротуаре вы не стояли. Вы тоже общественник можете отреагировать. Мы занимаемся другими направлениями. Вы занимаетесь как раз вот этой темой. Поэтому к вам обращаемся. Значит, лучше поддержите, когда они у вас на глазах. Обращаемся к вам. Алексей, отреагируйте, пожалуйста. Это наш позор, а не наш надзор тогда. Это точно. Все, надо отборить. А как? Я не могу никак дозвониться. Суду, надо дозвониться и все. А я могу по ходу движения. Конечно. Потому что, ну что я тут буду? В общем, Алексей, вы здесь не остаетесь, чтобы вас привели к ответственности. Не, мы убегаем. Как это? Скажи, наверное, мы убегаем. Вот, вы стройтесь, как обычно. Трусишка. Все, давай. Да, ну все, это, давайте. Да, 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 да. Посмотрим. Я буду по заезду, понятно? Да, да. Посмотрим обязательно. Потому что по... До свидания, да. Там у нас пишут, а не мы напишем. Я даже зареки, если хотите. До свидания, до свидания. Все, вам не жму руку, апостольному человеку. Да, вам нельзя жать руку. Вам больше нельзя руку жать. Я не могу. Да, да, да. В общем, ездили мы с товарищем Участковым. Меня привлекли к ответственности. По какой статье? 20.1. 20.1. Ну, за нецензурную брань. К сожалению, я не могу иными словами называть Алексея, так как я его назвал все-таки, ну, уже на видео. Мы все-таки выложим. Это не противоречит закону. Так вот, Алексей обещал меня привлечь к ответственности за то, что я его ручного деда якобы сбил. Но, где они? Вы не слышите? Не видите? Где ручной дед? Вот машина, которая якобы сбила ручного деда. Мой автомобиль. Вот. Мне сказали, что меня привлекут по статье, как это называется, Вадим, статья? Со скрытия смес ДТП? Нет. Ну, за то, что я сбил деда ручного. Деда ручного? Да, ну, типа, я сбил. Вымышленная, может быть, как это? Вымышленная, может быть, да. То есть, они были-были здесь, и перед тем, как мы приехали, они самоликвидировались, как сказали Иван Васильевич меняет профессию. Вадиму спасибо за такое веселое, скажем так, времяпрепровождение. А еще у них, кстати, у них несколько человек поменялись, короче. То есть, такая фигня была. Здесь стоял один такой, ну, как бы бычок жирненький, вот, что-то быковал. После того, как я его, ну, попросил меня не трогать, он через пять минут куда-то ретировался. Кстати, мы его больше не видели. Да, и вот, его больше нету. То есть, что за бычок? Вот на видео будет видно, вот он. Вот. Что делать-то будем? Ждать Алешеньку. Алешенька съехал. Алешенька съехал. Отъехал, хотел сказать. Отъехал. Да, Алеша уехал. Я очень был бы рад. Ну, я вообще против захоронения людей там на каких-нибудь кладбищах. Их надо сжигать. Алешу вообще, сука, на луну отправить надо, понимаете? Чтобы он там был. Как вечное напоминание, как вечный укор дебилам. Каким дебилам быть не надо, короче. Так, ну что вы на конусы, кстати, все отдал? Конуса? Анальные конусы Алешины я отдал. С кольцами. Там кольца возраста, короче. Причем там как бы по возрастанию, понимаешь? Там совершенствование. Это мантры он читает, когда садится, я не понял. Ты не показывай на себе, Вадим. А ты не докаркаешь. Молодя, молодя. Да, я согласен. Нельзя, прошу прощения. Отдельное, я не знаю, не то чтобы спасибо, а просто респектоз парню, который... Я вообще смотрел, вот парень какой-то здесь ходил, и он ходил с пивом. Я ему два раза сказал, я говорю, дружище, не пей здесь пиво, здесь как бы общественное место. Потом стало ясно, почему он его не пил. Что это было? Что все же не пиво? Это была уринотерапия, да, Алексей? Да, вот. И вообще, как можно ходить обосанной вот с головы до спины, и при этом не помыться, там, не снять? Я бы, ну, я бы не был в такой ситуации. Но он не чистоплотный. Совершенно. Он не чистоплотный. Ходил, от него пахло, всем вот было прекрасно. Я до сих пор, ощущение аж сморчило у меня. Вот так мы стоим вот так. Вот именно на этом месте произошло народное... Зашкварились, пацаны. Народное правосудие, в общем-то. В общем, все хорошо, подписывайтесь на наши каналы. Да, и самое, что интересно, это люди ходят, машины им не мешают. То есть, все как обычно, все хорошо. Вот машина выезжает, люди проходят, вот. То есть, здесь ничего спорного нету. Это прилегающая территория. И здесь как машины могут стоять, так и люди ходить с детьми. То есть, водитель ждет, пока люди пройдут. Ну, а люди, тем временем, как бы, уважая водителя, уступают ему дорогу. Что не делает Алексей? Алексей встанет со своей камерой. Плохой водитель, плохой водитель, я вас снимаю. Так, ну, такая вот фигня. Хам, 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 да. Хам, отдай мои конусы. Он как-то вот за конусы очень сильно ратовал. Просто отдайте мне, пожалуйста, мои конусы. Чуть не расплакался у моей машины. У меня даже видос есть. Единственное, что упустили, ну, в этой суматохе очень много людей, сотрудники полиции на все отвлекаются. Мы, конечно, понимаем, что очень много задач было поставлено, так скажем, со стороны Алексея, его заявлений там, с нашей стороны. Понятное дело, упустили момент досмотра, осмотра непосредственно Алексея, выявлению вот этих вот предметов, которые у него самообороны, газовый баллончик, который он любит в женщин пшикать. Он же у нас гроза женщин. Ну, в общем, вот этот момент упустили. К сожалению, не изъят. Но я думаю, теперь ему будет наука. И люди, обратите внимание, на следующих мероприятиях, которые он будет проводить, он будет беззащитен. Вы поняли, что надо делать. И самое интересное, я не написал на Алексея ни одного заявления, то есть, а он там в своем канале выложил некое какое-то мое заявление на то, что он якобы у меня отбирал телефон, а я ему, ну, а я на него, в общем, написал заявление. Короче, какой-то идиотизм полный, потому что, во-первых, такого я не писал, с моих слов писал полицейский, и почему-то, причем не только со слов он писал, он еще писал с моих прав мою фамилию, почему-то там моя фамилия настолько исковеркана, может, он просто не про меня, но вставил мои фотографии и ссылочку в ВКонтакте, кстати, можете подписываться. Тут в друзья добавляться. Да, в друзья добавляться. Кто-то Алешкин друг, может быть, какой-то Алешкин друг может добавиться, я не знаю, с тобой, может, отдельно поговорил. Лешка любит каких-то таких друзей. Мы вот увидели героиного наркомана, ручного деда. Героиного наркомана, это коза, которая была, вот, которую я привел, кстати, из общего стада людей. Кто еще у него? А, вот этот бычок, бычок, который после слов я тебе сейчас сломаю челюсть, он так пять минут потусовался и ушел. Я думаю, больше он не будет принимать участие. Я думаю, что просто с зашкваренным шмариком, зашкваренным шмариком. Слушай, какой-то каламбур получается, вот. Шмарик, кошмарик. Да. Обидели Лешку, написали в норку. У него там норка. Ой, ладно. Так, ну что, все хорошо, вообще, все нормально. А мы же ждем гайцов. Алексей так все-таки зашкваренный остался. Он все тут грозился, что надо бы, чтобы вы приходили на мероприятие весело ему. Я говорю, ну так давай заблаговременно, чтобы мы знали время и место, как говорится, посещения твоего театра. Ну, в общем, он так и не дал ответа, отказал точнее. Я хочу отметить, он обосрался по полной программе. Я предложил, раз ты тут силы меряешься, что, как бы, я говорю, ты не по одежке выбрал себе соперника, говорю, ты, ну, очень слаб. Ну, и, в общем, я ему предложил, может быть, тогда с тобой пересечемся в зале на перчатках. Ну, он обосрался, ты понимаешь? Вот именно. Я наделся хотя бы, я думаю, ну, я такой чмошник, может, со мной подраться можно. Ну, прикинь, короче, я вообще жирный. В общем, короче, терпила. И, в общем, это вот он не согласился со мной, в общем, хотя бы выйти спарринг какой-то. В общем, чмосы клевая. Итак, мы постоим немножко по-благодаревски. Привет тебе, Владимир. Владимир же, да, зовут? Да, да, Влад. Привет тебе, Вовка от Пашки. Вот. Сейчас мы позвоним Алексею. Алексей обещал меня привлечь по, там, по какой-то надуманной статье, якобы я кого-то сбил. Но вот мы приехали, я пока там был у участкового, в общем, меня привлекли за нецензурную брань в общественном месте. В общем, мы приехали уже сюда с участковым. А Лешке-то и след простой. Вот мы хотим ему позвонить, узнать вообще, почему он потерялся и громкая связь. Вот, в общем, сейчас мы звоним. Возьмет трубку, не возьмет? Да, слушаю. Алексей, здравствуйте. Прости. А вы куда делись, простите, вот с ленинского 43А? Вы кто? Я твоя смерть страшная. Вот, да я человек, которого вы хотели привлечь вообще. Все, ну, бросил трубку, не захотел. Ну, давайте еще одна попыточка, короче. Вот, еще раз звоним. Он, наверное, меня сейчас внес. Зачем ты так сделал? Как бедный, напугался. Ты скажи, я пошутил. А то он серьезно. Аппарат вызываемого, абонента занят. За школу. Звонок был переодритан. Ладно. А зачем ты сказал, что смерть твоя? Да я так просто угорел. Вдруг он это абсолютно... Ну, а теперь он, смотри, он сейчас возьмет, еще заявно тебе напишет. За что? За ты смерть твоя? Да пусть напишет. Может, я его хоронить буду. Откуда вы знаете? Вот, смотри, сейчас с коляской объезжает. Обрати внимание. Товарищ, смотри. Отойдите. Здорово. А? Да мы тут за тобой идем. Вот, убираем. Вот, убираем. А теперь самое главное скажем. Во-первых, Алексей выяснил нечистоплотный вообще в мозгах, в мыслях, в помыслах и в движениях. Что они сделали? Алексей, обрати внимание, люди объезжают, обходят. Мы уже зафиксировали. Значит, вот эти препятствия, которые выставили, якобы во благо людям. Да получается, в ущерб пешеходам. Потому что здесь люди обходят, объезжают. Это неудобно и небезопасно. То есть, когда они этот рейд провели, они за собой не убрали. Все осталось в своих местах. Ну, как их можно назвать? Напишите в комментариях, как их можно назвать. Я подскажу. Свинки Пейпы. Свинки Бэйбы. Свинки Бэйб. Ну, Владимир, во-первых, аккуратнее. Потому что сейчас Алексей приедет и напишет на тебя заявление о том, что ты у него крадешь куски асфальта. Он же написал за те дорожные препятствия, которые я... Якобы у него украл. Отжал. Отжал. Законный способ. Отжал. Как они прям, а? Терпила. Алексеюшка. В общем, мы сделали доброе дело. Учитесь, как это нужно делать. Алексей, обрати внимание, в следующий раз сделай то же самое. Убери после себя, когда ты нагадил. Умер вкуса на Ленинском. Тротуар по кадастру идет. Это мой тротуар. Не. Не. Ашадада. I'll be back. Субтитры сделал DimaTorzok